Открытие нового сезона филармонии вызвало некоторую сумятицу у горожан. Долгожданный концерт прославленного пианиста Андрея Гаврилова отменили из-за болезни исполнителя. В связи с этим ивановцы были больше беспокоены вопросом возврата билетов, нежели тем, кто выступит вместо известного музыканта. Часть билетов горожане сдали еще днем, как только узнали, что пианист не приедет. Но основная масса зрителей была неприятно уделена накануне концерта. Конечно, расстроилась, потому что очень надеялась, потому что я давно наслышана. Очень хотелось посмотреть, послушать. Гаврилова я не слушала живьем никогда, но очень хотелось, потому что фортепиано, музыка, это, конечно, очень доходит до сердца. На открытии сезона филармонии были проданы почти все билеты. Их стоимость колебалась от 350 до 1000 рублей. Создать билеты можно будет до 10 октября, если вдруг кто-то не успел это сделать сразу. Организаторы не растерялись и быстро нашли замену. Известному исполнителю в день музыки ивановцы не остались без концерта. На сцене государственной филармонии в этот вечер выступили лауреаты международных конкурсов, пианистка Наталья Богданова и скрипачка Юлия Игонина. В качестве реверанса за непредвиденную ситуацию организаторы сделали вход на концерт бесплатным. Случается всякое, артисты тоже люди, они иногда болеют. Слава Богу, что используя личные связи и значительную степень осведомленности, нам удалось найти вполне достойную замену. Я думаю, что люди, которые придут сегодня интересующейся фортепианной музыкой и русской фортепианной школой, будут не обмануты в своих ожиданиях. А слушать классику в исполнении двух талантливых музыкантов остались не все. Слишком огорчились ивановцы из-за того, что сорвалось выступление Андрея Гаврилова. Те же, кто настроился смотреть и служить до конца, не разочаровались. Каждая из исполнительниц доказала, что безупречно владеет инструментом. В зале набралось две трети зрителей, но организаторы не скрывают, что не ставят перед собой такой цели – собирать полные залы на каждый концерт. Наша задача, у нас же серьезное искусство, не коммерческое. И, конечно, мы могли бы приглашать больше коммерческих артистов и зарабатывать на этом. А наше искусство совсем другое. Воспитательную функцию мы в первую очередь видим в нем. Потеряна во многом такая воспитательная музыкальная работа в школах, которая была раньше, когда школы имели возможность оплатить наши лекции, концерты. Сейчас все на родителях, поэтому вот здесь есть проблемы огромные. И это надо как-то двигать, возрождать. В новом сезоне по традиции выступят артисты и творческие коллективы филармонии «Оркестр». Для постоянных посетителей, как и прежде, будет работать абонемент. В прошлом году плановые концерты проводили старые вичуги в родниках. В новом сезоне присоединилась музыкальная школа номер пять года Иванова и Кохамская школа искусств. Любовь Почерникова, Андрей Семьволков, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова